Жизнь в городе обязывает человека быть мобильным. Без личного транспорта в ситуации, когда необходимо быстро добраться до места, приходится туго. Но время не стоит на месте, и сейчас у любого обладателя телефона есть возможность вызвать такси, которое примчит за несколько минут и также быстро доставит до места. И вроде бы все хорошо, но есть одно «но». Не все водители такси понимают, что ответственность за безопасную перевозку людей огромна. Отсюда и пристальный контроль за ними дорожных инспекторов. На территории города Бреста проходит профилактическая акция в зоне внимания ГАИ «Маршрутный транспорт и такси». Связана она непосредственно с тем, что именно в предвыходные и выходные дни увеличивается количество выявленных нарушений именно данной категории водителей. Как показывает статистика и практика, именно в эти дни водители маршрутных транспортных средств, а также водители такси в погоне за клиентом не единично нарушают правила дорожного движения. Факты были зафиксированы, когда водители проезжают на запрещающий сигнал светофора, нарушают правила маневрирования, проезды перекрестков, а также были задержаны водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. С начала текущего года на территории Брестской области к административной ответственности было привлечено более 3000 таких водителей. Составлено 14 актов нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения и 4 факта, когда водители не имели права управления. Да, статистика устрашает, но больше пугает то, что садясь в такси, мы предполагаем, что за рулем профессионал, а на деле не всегда так. Инспекторы ГАИ совместно с транспортной и налоговой инспекцией, проводя рейдовые мероприятия, решили выявить правонарушителей и предупредить опасность. Обращаем внимание на внешнее и внутреннее оформление как автомобилей такси и маршрутных такси. Проверяем документы у водителей, то есть разрешение на допуск участия в дорожном движении, две страховки, страховка перевозчика перед пассажирами, а также общегражданской ответственности. Также смотрим на состояние водителя, стаж его, возраст водителя, обращаем внимание на прохождение медицинского медосвидетельствования водителей. Да, проверки были тщательные. Многих водителей они заставили серьезно понервничать, но были и те, кто уверенно отвечал на вопросы, ведь все документы на месте, водительский стаж большой, а правонарушений за ними не числится. Решил попробовать и затянуло, понравилось, вот и все. Ну а так сложновато, даже у человека, который опыт будет, ну водительский, ну это другая специфика, тут не просто водитель, с людьми как бы ездить надо, трудновато немного. За рулем я лет, ну уже 10 лет права, но в такси работаю. Третью смену, вот, недолго в принципе. Ну не знаю, нравится ездить за рулем, стараюсь. Не, точнее не нарушаю, но стараюсь придерживаться, потому что много, знаете, ну других нарушителей на дороге. Ну, бывает не ты виноват, а другой будет виноват. 15 нарушений правил дорожного движения водителями служб такси было выявлено только за пару часов рейдового мероприятия. Что это значит для нас, пассажиров, каждый решит сам.